Приветище! Это симулятор перерабатывальщика мусора и мы продолжаем развивать наш бизнес. Теперь у нас есть две машины, два чувачка, которые ввозят нам мусор. Они выезжают на сделку, там это все собирают и привозят нам на переработку. Это очень хорошо. Нам нужно сейчас взять сделку, где очень много древесины и бумаги. А такой сделки я не вижу. У нас в основном пластик, металл. А вот смотри, сделка по бумаге. Вот, отлично. 57 килограмм. До соточки скинули, вообще красава. Значит, почему бумага и древесина? Поскольку мы можем из этих материалов сделать более дорогую продукцию. Похоже, это единственная сделка была на бумагу. А все остальное как бы вообще мимо. Ладно, возьмем пластик. Все равно туда поедут мои работяги. Со 182 договорились до 140. И теперь мы отправляем туда машины. Матвейка, собирайся. Едь собирать бумажку. А ты, Шуан, едь собирать пластик. Кстати, мне еще говорили залезть в кабину. Стой, 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 стой. Как-то, как-то все странно получилось. Я залез в кабину. И я еду, еду на тачке. Ай, 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 тихо, тихо, тихо. Не выкиньте меня. Ааа, стой. Я не успел закрыть двери. Ну, короче, можно уехать. Но, скорее всего, вот тут меня бы высадили. Так как для меня здесь невидимая стенка. Ну, а поскольку мы отправили чувака за пластиком, я предлагаю купить плавильню пластика за 2 300. Все коробки один... Тихо, женщина, ты что, по оборудованию ходишь? Ты видела свою корму? Ты же раздавишь все тут. Все жестянки мои. Ох уж эти тетки. Встает она здесь. Ого, там прям огонь, что ли? Ничего себе, интересно, интересно, интересно. Посмотреть, как это все будет работать. Сейчас посмотрим, что у нас тут из пластиков. 7 килограмм у нас есть. Засыпаем сюда. И смотрим. Как тут теперь тесно стало. Пластик. Пластик уходит сюда. Дальше он просто сжигается. И что мы с него получаем? А ничего, потому что я здесь не поставил количество. 100 гранулам, пожалуйста. Выпускаем. Оно там все как-то порисуется. И выходят вот такие вот пакетики. Ну, а что? Не дурно, не дурно. Взял несколько сделочек. С двумя звездочками даже. Поедем, прокатимся туда. Глянем. Может, что найду? О, я на такой заправке еще, кстати, не был. Ну, пойдем зайдем внутрь. Я кассу вижу. Кассочка. Взламываем. Обожаю эти штуки. Они нас чертовски обогащают. Сколько тут у нас? 50 баксов. 150. 225. 225. 275. 375 баксов мы заработали. И это при том, что мы в этом отделе. А тут же есть еще и второй. А вот это что за дверь? А, это туалеты. Первый отдел мы зачистили. Пойдем теперь зайдем. А, это кафешечка вообще. Кафешка при заправке. Ну, мило, мило. Я уже вижу, куда мы можем еще зайти. И эта комната закрыта. Пойдем ее вскрывать. А там ящик, который нас поджидает. Скорее всего, как и везде, получим мы за слиток 200 баксов. Ну, да. И в сумме выходит, что мы здесь заработали 575 долларов. Только на своих находках. Я вернулся, ребятишки. И эти тоже два чувачка вернулись. Молодцы. Пойду переработаю, что они привезли, а потом и следующее. Короче, поскольку у нас продвинута сортировка, что-то нифига не открывается, у меня есть план. Я сейчас часть мусора выкину из тачки, чтобы мои пацаны не утащили это на сортировку. То, что уже унесли, я сейчас отсортирую. Потом из того мусора, которое выкину, возьму часть, опять закину на сортировку, отсортирую. И так несколько раз. И, по идее, я должен открыть улучшенную сортировку. Я отсортировал четыре раза по итогу. И давай посмотрим, открылась ли эта фигня или... Да, продвинута сортировка. Наконец-то. Быстрее выполняйте комбинации при сортировке. Покупаем. В следующий раз посмотрим, как это все будет работать. И даст ли нам это какое-то преимущество вообще. Знаешь, я что тут подумал? А что если я буду палет класть сверху на свои продукты и закидывать сверху новые продукты? Гляди, работает. Офигенно. Можно сэкономить на складе. Лень двигатель прогресса. Когда не очень хочется толкать рохлю, приходится изощряться вот такими вот методами. И они работают. Ёлки-палки. Взял два контракта. Первый на бумажные рулоны сдаем. И второй у нас, по-моему, был под ревесным плитом. Сдаем. 3400 в карманчике. И идем в магазин. Ну, во-первых, покупаем большие мешки за 1200. Блин, они должны быть очень большие за такую сумму. Дальше мы улучшаем нашу фабрику. Складское помещение. Несмотря на то, что я нашел метод, как экономить на месте, мы все равно покупаем улучшения. У нас добавляется новая область и ассистент. Круто. Но это не самое важное. Я увеличивал хранилище для того, чтобы у меня появились роботы. И один робот стоит косать. Оу. Оу-оу-оу. Ладно. Покупаем робота. Роботы перемещают поддоны, которые вы отмечаете, на доступные места в вашем складе. Управляете киосками. Киосками. У меня будут киоски. И направляете своих роботов, отмечая поддоны, которые вы хотите переместить. Ну, здорово. Вроде бы выглядит все классно. А, вот что такое киоски. Это вот эти вот квадратики с планшетиком. Это вообще тогда облегчает мою работу. То, что я сейчас лениво делал, становится еще ленивее. Окей. Это очень классная новость. Идем, значит, к персоналу и смотрим, что за ассистенты. Скорее всего, это барышни, которые будут сидеть у меня за компьютером. Потому что тут написано, что они будут принимать по одному звонку ежедневно. Это, конечно, маловато. А вот зарплату они хотят. Ого-го. Поэтому я, наверное, найму. Завтра найму с утра. Чтобы зарплату не платить тут больше никому. Скорее всего, Амилию найму, если она будет еще здесь. А вот Коди я бы уволил. Незачем мне столько сотрудников для переноски мусора. Увольняем. Ну и в целом, тут на сегодня все. Пойду сейчас... Где мой робот? Робот, наверное, в коробке. Нет, коробки там никакой нет. А где мы... О, появились планшетики. Класс. Ну, я думаю, что то, что у меня сейчас тут на складе происходит, это робот-помощник не сможет исправить. Он здесь нафиг потеряется и сломает свою логику. Ну вот, чуть-чуть, совсем чуточку навел порядок. Вот это, наверное, пускай так и останется. Где робот? Я не могу понять. Наверное, надо на планшет. Ага. Тут у нас выбирается тип сортировки. Что сюда складывать? Начнем сначала. Здесь у нас пластик. Бумага. Тут у нас все забито. Здесь дерево. Тут у нас стекло. Сюда. А тут, короче, планшет у нас подвис. А здесь металл. Ладно, пойду посплю. Может, тогда появится робот-помощник. Потому что я его что-то вообще не вижу. День пятнадцатый. Заработали прилично, а потратили офигеть сколько. Походу, больше я никого нанять-то и не смогу. Потому что буду в капец каком минусе. А, минус сто тридцать. Ну, нормально. Сейчас я что-нибудь на рынке по-быстрому продам. И найму себе ассистейшн. София. О, ежедневных звонков пять штук. Вот это мне нравится. Софии мы наймем. Нанять. Ваш ассистент занимается и ведет переговоры по сделкам для вас. Проверяйте ее предложения каждый день и одобряйте те, которые вам подходят. Ага, это, короче, она дополнительные сделки будет для нас выбивать. Ну что ж, посмотрим, как это выглядит теперь. Здоровенька, София. Как тебе компик? Я смотрю, у тебя там всего два предложения установлено. Как-то это не честно. У меня тут дофига всего, а у тебя всего два. Что скажешь вообще, показать предложение? Пока нет ни одной сделки. Ну ладно, я тебе пока прощу, так как ты только что пришла. Вообще, давай работай, я тебе плачу почти сто баксов в день. Это очень дофига. Робот! Робот, ты появился где-нибудь у меня, а? А, вот она, станция твоя где, елки-палки. Почему сюда-то тебя затолкали? Написано, робот-склад. Сейчас протестируем нашего робота. Ставим метку, марк. Отвези это туда, где у нас стекло. Где у нас стекло? Вот здесь же. Во-во-во-во, едет, едет. Красава! Молодчик. Ввожу, вот это тоже увези, куда ты поехал. Вот это и вот это. Это все стекло. Смотри, как он расставляет все четенько. Квадратик к квадратику. Молодчик. Вот это давай. Сейчас он мне тут уборочку-то наведет. Это моя уборщица, короче. Так, подожди, куда ты поехал? Вот это вот надо убрать, вот это, вот это. Все, короче, маркируем, чтобы он все здесь убрал. Как положено. Я тут хожу, мешаясь. Он, наверное, матерится. Говорит, кожаный мешок, не мешайся мне. Смотри, что творит. Вообще, молодчик. Так, вот этот маркер-то надо убрать. Палет-то этот уже стоит на месте. Че-че-че-че-че? Нет места для хранения. А что это у нас? Это железо, по-моему. Ага, ага. Ну, давай вот сюда железо тащи. Вот. Вот это тоже надо перевезти отсюда. А я еще больше роботов, интересно, смогу покупать или... Он один-одинешенько будет у меня трудиться. Ну, ты только глянь. У меня теперь порядок вообще на складе. Все, пупсик, иди отдыхай. Ты молодец. А что у меня тут за пробка? Че стоим? А что вы тут все втыкаете? О, боже мой. Что с вами произошло? Я закрою? Че, че, че вы? Кого вы? Скидывайте мусор. В зомби-апокалипсис вас загипнотизировали? Что? Что не так? Че-то мне как-то страшно. Еще одна идет. Если она... Нет, это молодец. Это молодец. Она выкинула. Я мог бы у вас мусор этот забрать, но не могу. Жуть какая, ладно. Я пошел работать, мне надо пацанов отправить. И сейчас попытаюсь еще разок запрыгнуть в кузов. Ага, двери закрылись. Ништяк, я еду, я еду. Я, правда, не вижу, куда я еду. Я подобрался к дуне. А, вот так вот. Ну все, да, вот я до сюда доезжаю, и меня выкидывает. Эх, жалко. Ну, ничего, свалить со своей работы у меня не получается. Пойду посмотрю лучше, как работает моя ассистентка София. Есть предложение? Да как так-то нету? Ты че? Работать давай. Кстати, по роботам. Смотри, написано, достигнете репутации 13 уровня, и тебе будет еще один робот. Это обалденно. Ну, а я иду смотреть сделки. И едем туда тестировать наши крутые мусорные мешки. Ого, 20 килограмм вмещается в желтый мешок. Можно тогда и крупногабаритный мусор туда пихать. Чего бы и нет. Скидываем мешочек. Ну, по размеру, по-моему, он такой же, как и голубой, и черный был. Просто цвет сменил. Приехал домой, пойду, посмотрю, что у меня здесь. Ёлы-палы. Их все больше и больше. Или это уже другие? По-моему, это уже другие. Ребят, чего вы меня так пугаете? Короче, из-за этого всего они перестали мусор мне сюда приносить. Здесь какая-то черная дыра аномальная. Там, где, короче, корзинка стоит, они туда скидывают. А вот сюда, там тоже корзинка стоит, да? О, прикольно. Может быть, я их вот так вот разбагаю. Хотя это не помогает. Зараза. Рохлю сейчас пойду возьму. Я еду вам на помощь. Запрыгивайте на палет, и я вас увезу. А это, по-моему, бесполезно. Черт. Ну, ладно. Поставлю рохлю здесь. Посмотрим, как мои перцы проедут через нее. Когда будут возвращаться домой. София, ты наконец-то там... Что-нибудь... Нифига себе, какие кусачки у тебя тут крутые. Работу нашла. Сделки, словом, нифига. Капец. Ладно, пойдем нашу новую инновационную сортировку проверим. Которую я купил за 250, по-моему, или за 300. Быстрая сортировка у нас должна быть. Пока что ничего нового я не замечаю. Все как было, так и осталось. В чем быстрая сортировка заключается? Может быть, она для рабочих быстрая? А для меня какая была, такая и осталась. Я закончил. Все как обычно. Ничего нового. О, ребятки приехали. Молодчики. И рохля им, походу, не помеха была. Они без проблем ее либо объехали, либо прям по ней проехали. Слушай, а что будет, если я вот этот мусор перекину сюда? Стырил мусор у этого чувака. Закину всю... Получается, что вот этот чувак, он сейчас будет просто стоять и ничего не делать. Правильно же? А этот будет за двоих трудиться. Ладно, ладно, ладно. Я пошутил. Стой, это твой мусор. На, неси его. О, потащил. Я за справедливость. А ты, дружочек, иди, я сортирую все это дело. Ну что, хочу сказать. В принципе, всего, чего можно было, мы добились. Единственное, вот Софья что-то как-то не хочет мне заказы предлагать. В магазинах у нас ничего нового уже не будет, за исключением улучшенных производственных станков. По оборудованию мы все купили, все у нас есть. По улучшениям основное все куплено. Дальше мы будем сертификаты получать, которые заставят людей больше приносить отходов. Снизить зарплату сборщика мусоров. Заставить своих роботов двигаться быстрее. То есть это такие пассивные умения. Даже мешка третьего уровня у нас не будет. Поэтому как бы смысла играть дальше я особого-то и не вижу, так как визуального прогресса мы не увидим. По прокачке фабрики, то только увеличение парковки, хранилища, зона машины и границы фабрики. То есть по большому счету сейчас мы будем просто наращивать масштаб. Все, что у нас есть, будет в два раза или в три раза больше. Даже, блин, прохожие уже подвисли от этой сортировки. Чего ты мне с вами делать, ребят? Пойду посплю. У меня под конец, наконец-то, кредит выплачен. Обалдеть, его здесь нет в списке. Ассистентша, София, ты что-нибудь нам там подобрал? О, подобрала, наконец-то. И цены такие, в принципе, приемлемые. Молодец. Дальше смысла особого-то играть-то я уже и не вижу. Только если какое-нибудь обновление привнесет в игру что-то интересное и новое. Так что на этом, думаю, что сортировка мусора у нас подошла к концу. Если тебе понравилось, то ставь лайк, подписывайся. И мы увидимся с тобой в новом видеоролике по новой игре. Так что до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!